Я Екатерина Вахрушева, стилист, член Ассоциации стилистов-имиджмейкеров. И сегодня мы как раз будем говорить о том, в чем же встречает Новый Год и какие вообще тренды будут модными. Я хотела отметить, что у стилистов, наверное, очень много сейчас дел перед Новым Годом. Все хотят быть самыми красивыми. Доброе утро! Доброе утро! Рассказывайте, в чем встречать, какие основные тренды? У нас будет год металлизированной мыши, поэтому металлические оттенки, все оттенки металла будут в тренде. Вот такой пиджачок, как на вас, например. Считается? Да, вполне актуален. Отлично. Давайте посмотрим, что вы нам еще принесли, какие могут быть варианты. Может быть, кто-то сейчас у себя в гардеробе увидит что-то подобное? Я сразу начну с тренда. Это роскошное платье из атласа. В праздничный день его можно носить с аксессуарами. Я предлагаю серебристой сумочкой и подыграть серебру, добавить вот такие серебристые серьги. А также обуть босоножки с тонкими ремешками и колготки полупрозрачные в тон кожи. Это важно. Либо голые ножки. Это же платье можно носить в повседневной жизни, если добавить водолазку, наподобие моей, под низ. А сверху надеть вот такой пиджак, либо простой базовый свитер. С V-образным вырезом. Да, такое в модных журналах выглядит красиво. Из обуви обуть ботинки, либо сапоги-казаки. Будут вполне уместны. Давайте возьмем за базу теперь какую-нибудь еще другую вещь. Мне вот нравится очень горох этот крупный. Ой, великолепное платье. Такой романтичный принт. Я предлагаю подыграть этому романтичному принту. И, кстати, с этим платьем можно сделать прическу, локоны и яркие глаза. Акцент стрелки. А губы не акцентировать, что-то одно. А расскажите про фасоны. Почему именно такие мы выбираем, чтобы встретить 2020 год? А фасоны разные. Сейчас в тренде вообще тренд номер один – это асимметричный крой на одно плечо. Ну, я до него доберусь. Вот, кстати, она. Именно этот топ, либо платье на одно плечо. Вот этот топ можно с такой юбкой носить. Это очень красиво, мне нравится. Ярко, ярко. Эту юбку можно носить в повседневной жизни, если накинуть аналогичный жакет, либо аналогичный свитер. Вот. Что касается этого платья, я предлагаю обыграть его вот такими вот сережками, которые созданы, чтобы петь в дуэте с этим платьем. По форме они перекликаются с этими милыми горошинами. А что касается обуви, тут я вас немножко удивлю. Я добавлю ботильоны с таким геометричным принтом, полоской, поскольку геометрия, она вся между собой сочетается. И добавить белый пояс этому платью рекомендую. То есть плитальные силуэты для праздника лучше выбирать, да? Такие элегантные. В зависимости от фигуры. Есть типы фигур, которым просто необходимо подчеркнуть талию. Это очень круто. А может быть, все-таки уделите внимание и нам, мужчинам? Ой, вы знаете... Что будет модным? С большим удовольствием. Ой, давайте. Я мужчинам рекомендую встречать Новый год в таких спокойных цветовых оттенках. Это все оттенки кофе могут присутствовать в образе. Благородный серый, графитовый, пепельный оттенок. А также сапфировый и другие оттенки синего. А это не связано с тем, что это год мыши, поэтому серый цвет он будет... Вы совершенно правильно мыслите. Это именно с этим годом связано. А также не просто предлагаю спокойные серые. Я предлагаю их обыграть яркими аксессуарами. Это либо галстук, либо бабочка. А галстук каким цветом лучше тогда? Если, например, у меня серый костюм, галстук какой должен? Я уже представила, в оттенках серого, причем не в костюме, а в рубашке серого оттенка, и более темных брюках, либо чинусах, и галстук красный. Вот я прям вижу вас в этом эффектном образе. А у Андрея стильный галстук, смотрите, какой теплый. Да, очень стильный, это трикотажный, это тренд, кстати. Спасибо, спасибо. Спасибо большое, Екатерина Вахрушева, стилиста, член Ассоциации стилистов-имиджмейтеров. Екатерина, еще один вопрос у меня волшебный к вам. Волшебный вопрос. А скажите, вот все эти тренды, серый цвет, это продиктован какими-то мировыми показами, подиумами, или в этом есть еще дань вот именно китайскому календарю, если встретить Новый год именно так, нас ждет удача, как вы считаете? Я думаю, все в комплексе. Каждый должен верить в удачу. И мне кажется, в любом признаке можно найти оттенки различных примет. И если в них верить, то удача обязательно будет сопутствовать. А вы не хотите узнать, как простое ежедневное платье можно обыграть, чтобы получился праздничный трендовый образ? Конечно хотим. Конечно хотим. А что считать обычным ежедневным платьем? А я вам сейчас покажу. Вот совершенно обычное базовое платье, обыкновенный фасон, ничем не примечательно. И сейчас с помощью некоторых штрихов оно станет праздничным. Я предлагаю добавить ремень, а также золотистую вот такую сумочку. Оп, сумка супер вообще, блестящая. Супер, ну я рада, что вы оценили. Вот. И серьги. Вот такие крупные акцентные серьги. И образ сразу становится праздничным. И вам не придется тратить деньги на дорогое новое платье. Египетский прям знак такой получается прикольный. Я рада, что вы оценили. Вот. В общем, если у вас еще не куплен новогодний наряд, и вы собираетесь пойти в магазины на его поиски, ищите что-то, что сегодня порекомендовал нам стилист, или если вы увидели что-то похожее в вашем гардеробе, тоже мы подсказали вам, как правильно обыграть. Друзья, ну а если вы что-то пропустили, то обязательно можете зайти в ВКонтакте и посмотреть, пересмотреть наши советы, которые мы сейчас давали. И на сайте nesey.tv. Да, да, да. Ну еще раз хочу представить нашего гостя. Это Екатерина Вакрушева, стилист и член Ассоциации стилистов-имиджмейкеров. Большое вам спасибо. Спасибо.